Он видит? Тише, скорее. Слишком ситуация не типичная для него. Чтобы играть надо расслабиться хорошо. Ситуация была бы знакомая, обстановка спокойная. Это очень интересное животное. И с ним действительно интересно. Они легко обучаются. Стой. Легко обучаются. Какие-то вещи воспринимают легче, чем собаки. То есть с ними интересно заниматься именно. Но тратится на это очень много времени. Иди сюда, Инари. Пойдем. У нас, наверное, ушло где-то около двух лет, чтобы можно было нормально выйти погулять, оставить его дома одного, не бояться за какие-то вещи и все остальное. Это надо прямо заниматься только лисой. И если у вас есть время, много свободного времени, то да, можно этим заниматься. Невка без Makerữa. Выводится с тем, что приезжает домой. Идея заключалась в том, чтобы воспроизвести процесс исторической доместикации, домашнивания которой прошли исторические домашние виды, такие как собака в первую очередь. И лисица была выбрана именно потому, что она с одной стороны ближайший родственник собаки, а с другой стороны она уже на тот момент, когда эксперимент начинался, она уже была введена в пушное звероводство и был достаточно большой материал для отбора. И можно полистать. Ну а это вот все ручные лисята. Видно, что это сибирский эксперимент, что это в Сибири все происходило. А мы ведь что делали? Вот из этой группы, какую мы отобрали вообще со всех ферм, с целью разводить их дальше, мы отбирали потомков, изрожденных ими, также наиболее спокойных, из поколения в поколение, из поколения в поколение. А вот, как вы знаете, шестьдесят поколений уже таких лисиц, так вот отбор и превратил агрессивно трусливых лисиц в таких же дружелюбных, как собака. Ну давайте покажу. Вот как бы мне не перепутать, детское издательство тоже просит право издать эту книжечку, вот нашу, модифицированную к детям, это огромный шаг. Собака сделалась такой, вернее волк превратился вот в собаку в течение нескольких десятков тысяч лет. 12-13 тысяч лет исчисляют возраст домашней собаки, а мы это сделали за десятки лет, не за тысячелетия, а за десятки лет получили таких уникальных животных. Мы выделяем ДНК и РНК лисиц и сравниваем ручных и агрессивных, ищем гены, которые отличают ручных и агрессивных лисиц. Лиса это животное, которое из дикой природы. Все-таки большей частью ночной образ жизни, то есть она производит очень много шубы, особенно ночью, но и днем в том числе. То есть нужно постоянно двигаться, что-то скрести, что-то грызть. И если это в квартире происходит, то страдают, конечно, соседи, то есть нужна дополнительная звукоизоляция. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.